вторая игра так как то у нас там показали ушка идет второй путь по сетке интересные вот букин футбол варку принципе там будет дознат на замес процент дедлайн мэйдинс варак пока и против михалыча кто то из них и пути своих самых дарков на рандом лук да и букин на рандомил я сказал да как и уже ставить картины надеюсь фанат хоть все значит что то есть он не будет гривен еще сделать но он пошел две глушки так что интересно если пойти в тренировые жители и лекарь конечно и лекарь еще с такой коллега мишкин хомок еще раз и не написал написал это и ты свернулся у тебя сообщение такое бывает какая то есть ну что и на спай также было нет такое не было если ты усердно иначе что писали доктор вернешься четвергом то всегда логов ну давай но суть не обсуждения чтесного спаре и стима какой то как а но все равно не успеет гелионы прийти так что он все закапит по сути то он мог бы сейчас еще пачку рипов добавить наверное хочет на лп2 наверно накопить или все точки застрой нет все же дуба а так как и раньше я вообще про учениву типа сделать одну пачку рипов и одну пачку и две турели с каждой стороны одну пачку больших больших большие очень не стоит я думаю турельки разумеется нужны против дарков когда они и в барак вот блин его прохладный кап теперь себя показывает да вот из-за чего капит именно эту точку первой еще и фаталка еще и фокусит того кто фаталит еще и не контролит печально печально очень печально конечно венжи сейчас будут обезмораливать какая разница они просто летают и развлекают рипы бы вторая пачка убивала угу там два гелиона ну кстати третьи гелионы фанат уже давно не тот как бы фанат не задарит активно он приходит поиграть на турнире и все но я уже думал победа или смерть ну кстати лист хорошо зайдет в данной ситуации но даже не горит хотя там с появлением лабы появится странная пометка у сержанта но я вам а вот опять гелионы сидят в каврии это же хоть это легкий кавер но он тоже дает сколько там процентов ну вот и жире соблюки турельку где-то на как но и как прибыли в свече пост не отменил печально очень печально и не контролит по сути там нормально он делится так они безморали чуть ли не подраться тут уже забегают до рейки кстати где вторая пачка вторая пачка капитки вот это там или что жире пошел есть слабо в этом деле он всех сторон ножами ковыряют пятьсот пятьдесят хп ул минус девочка взлетел к небесам минус мандрэйки минус мандрэйки так смотрим на экоэко он дарко получишь конечно ну конечно же он можем было говоря кривому капу обычного лица если бы он так криво не закапил может быть отбился бы нормально но он в принципе не сказать что прям не отбился ну ему он отменил 1 лп это конечно неприятно но он убил ему пачку гиллионов он еще мандрэйку да так что в чем то даже это больше плюс к его карме какие то невнятные мины там строятся да непонятно зачем мины строятся если можно было бы воткнуть турель добавить вторую пачку гибцов добавь вторую пачку гибцов или турель добавь а почему кинокометку не кидают полезная жабилка много инфо дает он не юзает боюсь допустим кинуть на рябцов и всегда знать где они находятся с другой стороны врываться да очень полезная вещь очень любовая даже а еще если кинуть на рейнджей то они не смогут вывесить таки так задумывалось или это баг ну мы задумывалось что то вроде детектора им прибавить если нету гомункула едок тащит едок даже без морали ну кстати у геленов довольно слабый яд после другими дыроками но это игрушки то дохлые а у кого сильный яд ворхоны вон самый сильный яд тот там пол 18 хп в секунду отнимаешь а от чего зависит яд от тычки с руки да или у каждого или у кого этого свой прописан у каждого свои значения по моему самый маленький уваров они ускоржены ускоржены нет ускоржены ускоржены даже больше чем андрей а этого там эльгара не маловато случаев хотя мы видим неплохой яд еще ну собаки там своим оконам тащат так и что у нас потечу а букин там уже т2 пошел с процентов вроде как мандрейки забагованные у них два раза прописаны лишнее оружие они забагованные по идее должны меньше урона наносить у них урон написан меньше чем у этих укультистов но с другой стороны для своей цены они не должны быть такими юзерсами да они в принципе для своей цены подходят они достаточно дохлые но они сильные ну с грейдаймой то они не особо дохлые ну глядит т2 уже ну глядит как бы т2 ну это вообще-то кафер а все же гранатку он сделал ну как же без гранаток зачем нужны турели когда можно сделать гранат ну как бы сказать мандрейки не всегда доживают до т2 ну это уже от самого темного лица зависит больше ну обычно они доживают ну потных они доживают по моему конечно не достроил пост и пошел строить на релике ну тут идет потный потный декабчик но тут уже приехала три байкера и заказана оптика мне кажется он против такой шопы даже отсутствие яда не сильно поможет ну другая сторона или смогу получится играть мы даже не раз видели как Окса башет тёма хольцов территориально санкономка на обозере по физике довольно да но как бы Окс придемонстрировал это в финале и нет не только в финале он с букиным два раза игра ну если так посчитать то 4 как гиллионы дохнут да 5 рума 800 хп они жирные конечно но у них региона то никакого вообще нету и он для своей цены у них нормальное хп они дорогие но региона почти нету там очень долго о горит на мандрейк на одну пачку букин даже не поскупился на одну пачку а вот репцы то кстати в ковре то стоят ну прилетает 2 пальто 2 пачки геликов и прибегают мандрейки жирнющие жирнющие в сколько нужно так ты чтобы это все убить а 4 4 мало будет 5 6 5 5 5 нормально желательно спокойно еще потеть все черепками станет 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 20 15 15 15 15 15 15 16 15 О, Мэйден Юйсэр. С кем-то. С кайфоном. Заходим, заходим, заходим. Может, Варкл Букин лучше? Еще одна лапса, просите. Варкл Букин, это давняя история. Еще одна лапса, просите. Ну и что? Ну, история давно зато интересная. Ну, их, конечно, можно попросить подождать. Мы посмотрим эту катку. Но это будет не кронская катка. Скай играет. А Бэйна Юсэр кайф за рандом, да? Угу. Ладно, не успею спросить, какая-то игра. Походу вторая. Распикает кайфон. Это катка есть в пике? Да. Давно я ее, конечно, не видел. Судя по всему, она довольно не кронская. Но я последний раз сыграл на ней Дарками против СМ вроде. Это было, наверное, года два назад. Почему же... Почему же из СС ушел? Альф, почему он ушел из СС? Ну, из СС уходил раза четыре точно. Ну, что? Захотел и ушел уже. Потом, потом захотел и снова пришел. Кто его знает, что? Смурфом, да? Соник или кто там был? Да, да, да. В году такой тысячи восьмом. Эдем, Эдема вроде нету. Или есть? Эдема то, что семь перебор. Тогда там все СМ будут брать. Какого СМ? Там эта гварда рулит. Ну, там вообще рулит гварда орки. Да. Орк там ничего гвардей не сделает. Ну, я имею ввиду, если там какие-то другие раз... Гоу. Вот сейчас полюбуемся на... У вас гол? Да. На загрузку, я вылетен что ли? Получается, да. Эх... Полюбуемся на карту. Ладно, приду с тем, смотри. Божественная карта, конечно, точки очень... Да, очень далеко находится. Это просто рай для Тау. Ну, там еще... Там еще и термогенчик есть. Ну, ну, ну... Кайфон так нравится. Да, есть термогенчики, которые находятся еще тут ЛП. Да. Ну, да. Она большая. Она большая. Она большая. Она очень большая. Тут какие-нибудь штурмы они так заебут. Да, я надеюсь... Майдану не веселить сделать штурму. Точки далеко друг к другу находятся. Даже... Под базой. Одна точка, в принципе, только... Не кранец. Без изобелисков останется. Ему придет специально портся домой, чтобы защищать гену от них. Не кранец. У нас будет, наверное, какие-нибудь с духами разводить. Ну, еще. Ну, вот... Зря. Ну, на этот раз... Рандом сыграл не на пользу кайфона. Тут очень много точек. И орг. Может быстро сделать гавшу и продавить. Ну, не забывай, что это Майдан ЮСР, он может какую-нибудь фигню сморозить. Спешил тактикс. Да. Смотри на эту карту, у меня аж глаза не привыкли. А кайфон, кстати, в пять с карабом играл или нет? Вроде бы в пять. Нет, не в пять. Последний с карабикой ждет своей очереди. Городом уже заведутся устраивать дальние углы. Непонятно даже, где ходить можно, где нельзя. Нет. Вот по вот этому сугробу можно ходить? По сугробу нет, по белому нельзя. А вот по воде можно... А зачем там дырка в заборе тогда? Эм... Так, для красоты. Вроде в забор можно зайти, не знаю. Нельзя. Вроде нельзя. Ну, прыгает мег, конечно же, сгонит. Но тут щас инал прыгнет, который тоже толком ничего не сделает, конечно, наверное. Хотя... Ой, фаталка, фаталка. Надо мег сейчас отводить и стреляться. Не надо с ним драться. Не надо с ним драться. Не надо с ним драться. Мне кажется, зря он отдает так хп, конечно себе. И мегу. И он вообще сможет даже потерять. Чё здесь пофигуется в НВшечка. как жирный спрятался в ЛП, как он там, как он туда вообще влезает. Ох, спокойно капит криты, релики, жирные опять вылезают и начинают нарезать НВ-шечи. Тут уже прибегает вторая пачка шутов, Мэдденвесер не морозит, фигнёв. Надо бы потом ещё ему штормить, минус НЛ, кстати, минус НЛ был. Это очень серьёзная потеря для НЕКРОНЫ, НЕКРОНУ вообще нельзя сливать НЛ. Как он отдал на равном месте? Просто взял, отдал, может быть, не с привычки, то что карты такая. Ну, сам поставил. Ну да, он сам поставил. Дождем, Мэдденвесер вы, по кем он играл? Не знаю. Альф, не знаешь? Ну и или пик, очень или опять. Как спеша, спеша, тактикс на рандоме какой-нибудь. А на НБР он в принципе мог взять СМ или ХСМ из-за масти. У нас по суставу, я даже не знаю зачем, как я смотрю, что у НЕКРОНЦА довольно большие проблемы вырисовываются. Я, конечно, понимаю, что все соскучились по каким-нибудь другим картам, все дела, но не к концу брать эту карту. Я тут понимаю, если играли бы, не знаю, какие-нибудь ТАУ и ОРКИ, вот это было бы весело. Он еще не доконтроливает, точку не снял. Да и Мэдденвесер что-то тоже немного втыкает. Назаря он так пачки подводит очень близко. К тому же, горит на НВР доходит 60%. Наверное, то есть цель. Ну, парочку есть. ЭКО у нас 70 и 115 на 20. И ох, застраивает уже НЕКРОНСКУЮ точку. Он же спорно его застроил, по сути-то. Ну, это же ОРКИ его. Он, кстати, может сейчас еще одну точку. Кстати, ПОК не очень в хорошем месте строится. Если дойдет до ЛАЙТА, этот ПОК может поплатиться. До какого ЛАЙТА он сейчас делает БШ и Минус НЕКРОНСКУЮ? Если он их еще добавит, хотя бы пачку одну. Ну, добавляется еще ФЛАЙДА, разумеется. Как же без ФЛАЙДА. Все же сносится ЛПШКА, но она подобывала. И, ну, хватит. Да, ФЛАЙДА на ПАРОХОД. Сейчас не буду давать пройти. Надо было чуть-чуть получше-то размигрить. Сверх уже есть ПАРОХОД. Много-много потерем. Сколько он потерял? Ну, где-то 2 или 3 шутки. Слаги понемножечку пилят пост. Здесь странно, что он его ПАДВА не сделал. Ну, он хочет, наверное, все же сливать туда РЕСС. Сливает толком на армию. Что-то делается ли броня в доме на 50%? Выдаются на ПАРОХОД. Ну, почему не тут БШ? ФОСМОБЫ, наверное. Ну, только 3 баннера. Какие 3 баннера? А, уже 55 лимита. Потому что у меня задержка. Надо привыкать смотреть на лимит, а не на баннера. ВЫЙДУТ НОБЫ И ГГВП. БУБИВАНИХ ВОЛЕССОВ, ПОКА НА МОБОГ НЕТ. Это печально. Конечно, выдаюсь, но пледеры надо сейчас, кстати... Вот сейчас... И сейчас баннерок на реликте ГГВП. Да, зря он так, конечно, в баннер построил. А он еще один баннер делает, зачем? Потому что ему один сломали ток, что... Да, ему сейчас... МИГРИМРОД. Вот зачем он баннер сделал. Вот я не хочу... Ну, они, кстати, они, кстати, геннцы, это раз на раз работа. Так они сейчас СЛПП сносят. Понимаю, что это было раз выстрелят, и они уже ничего там не снесут. Безморали. Ну, их... Я думаю, предназначение в том, что они сейчас будут отвлекать никого. А не ввязываться в бой. Хотя, по сути, они должны это делать. Как так вот, как вся карта? А это какой-то не очень хороший. Немного странных паффин. Ну, да ладно. Тайминговый шаг на 65 лимитов. Ну, ну, то есть власти. Но зато меху... МИГРИМРОД выходит. Сто микрооброводой. Да, да. И сейчас будет... И сейчас будет реинфорсить их за бешеную кучу денег. Он бы банку еще сделал. Нет, не точно бы игроку отбал. Там, все-таки, конец шифта 2. Ну, я не знаю. Поставил, да. Пожарщик. Победный. Никакая. Никакая. Я сейчас должен глобал сказать. Он хоть ромродом сделал грейс. Нет. Нет. Нет, он по... Он делал топор. Зачем топор? Чтобы слажки бахали. И были... Топ. Клешнил, но плейдер. Полезно. Сыновая, да, сражаться? Ну, там... Он думает, что там духи будут. Конечно, тут бегает. Пачка сваг, кстати. Сходить в кого-то жука в болоте похоронили. Мегаримроуды пошли... Пошли воевать. И, кстати, смотри, сейчас убьют Тейнелла. Убили Энелла. Загрызли его. А потому что он без артов был. Ну, да, он без артов мог был портаться за контролем. Это дело все. Но, наверное, как не будет. Беспалил к термогену пробраться. Беспалил. Совсем беспалил, но то, что... Некроны... Некроны делают делать ставку на бекорал. Возможно, сейчас пару дейстров заказать. Но, что ему еще делать? Мы против фоков только бигдестры делать. Духи не поедут. Амармаровауды по чарджам норм бахают. Пока что, да. У него машины нет. Так он и наслевался. Кстати, так неплохо он пачкул в годе как слил. Грэйт на НВ. Грэйт на НВ? Блин, ну там вот обилку по КД включат. Они же сейчас отъедут от нее. Да, они не отъедут. Они еще ширины. Не знаю, что... Можно просто стоять и стрелять. Или драться. Не, ими стрелять нельзя. Мне уж тогда точно ссалются от НВ. Ну, порт. Порт Прайда. Давай. Это не поразит. Кстати, слажки уже второй, в такую точку принесли. Выехал первый дестер. Карабики, кстати, пошли уже... Вообще странно, что он в рамроудов не скидывает фо. Хотя, по сути, они хорошо законтрят. Да, они просто мораль у них сядет и все. Кстати, даже НВ, смотри. С Т2 Грейдом так их выносят. 900 хп. А, какие 900 хп? Сейчас дестер будет настреливать. Т2 Н... Тво, блин. Дестер и Т2 НВшки. И это минус пачка, да? Не, не. Ну, есть бусты, конечно. Но какой? Сейчас от них толк. Сейчас, я думаю, сейчас, да, пошел гореть духом. Будут просто духи вязать. Бустов. Ну, как и купили с Ромровым интерес? Я не пойму, зачем он и не сражался. Он мог бы отринфоксить хотя бы одного и пойти бы Пагинца. Решил развею, развею, он сриснулся, но... Славки, 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 Славки по генамске с ней заходят. Ну, без нового. Ну, он одну пачку на этот партнерстве. Славки уже никого не будет в токси. Ну, сейчас ловко начинаются проблемы. У него нету на бок. У него нету толком антитеха. Зачем он так затянул? Мне кажется, или некрот там термоген хочет построить? Я уже сказал то, что он уже отправил пачку крабов. Кстати, Биген почему-то принадлежит Мейден ЮССР. Он ему, да ладно. Ну, это как бы намекает игра. Уникранца минус первый ген. Да, кстати, минус генератор. Он не собирается... Ну, скажи, сделал пачку флайдов. А нету. Бух, тридцать. А не минусы закомпанда. А не крон, походу, Диэстро слюд, да? Да, он слюд. Да, он слюд Диэстро. А по что интересно? Буста есть. Как бы... Есть буст. Пачка бустов есть. Затек, этим временем, 134 на 60. И уникранца 70, такой Бигенщик, кстати. Он не может никак построить, рез не накопится. Наверное, что он потратил на Диэстро. Понят, Диэстро отменил и строит Биген. Мне только что, наверное, не показалось, что он хотел городами Биген застроить. Он был скилл. При таком блоке нельзя было термогенту на свой влепить. При каком? Когда Биген кому-то принадлежит. Само, само место по термогенту. Эх, бедные гроты. Безысходность. О, мегаремроуды новые прибежали. Аппорта потрачен. Куда? Какие крабы? Иди биген и пилими. Да, драгоценное время потерял. А там спиливается бикора. Аппорта потрачен. Ой, а сейчас бы как бы бикору-то снести, мегаремроудами-то тоже отправиться. Биген, смотри, просто в хлам. Починг. Да, биген просто мегина сейчас уйдёт. Всё, минус ген. Дорогущий, дорогущий генератор. Конечно, у кайфона строится биген, но у Мэйден Юйсера 140 на 60. Он сейчас как правило, наверное, будет бросаться к нему на базу и суицидится. Ну, а минус бикора. Бикора дорогущий, долго строится. Карту, конечно, Кайфонси шикарную выбрал. А Мэйден Юйсера повезло на рандоме. Счастливчик. Ну, поэтому и называется All Pick Up. Он написал, что Лорк начат 2. Да. Ну, да. Если это считать, что он написал. Он, я что, пушка Мекку. Объявился по таймингу смог. Ну, он смог. Спаси, как у него дела. Но он написал форс-мазор был. Не выспался, что ли, вчера? Мы опять минус Мега Ремроуды. Кстати, булгрейт на них сделан. У них уже 1100 хп. Он убегает, он убегает. Он сейчас сгорит, он сейчас сгорит. Он сгорает, он сгорит. Он сгорел. Он сгорел. Он сгорит. Проснулся. Главный не кронец. Да. Мне кажется, эту билку надо как форс-дерочке. Включатель, выключатель. Мы даже не знаем. А Орк тоже в Т3. Да. Заказано во босс много. Это членник. Этого духа вон шутку пушка своей. Ну, там дух вставал у него хп. И все были. Главный не кронец только и делает, что встает и вздыхает. Артефактов-то нет вообще. Терресы кайфона в принципе эко 80. Благодаря Бигену ему бы еще глобал сделать. Он бы еще как-то как-то отковаривался. Но у Мэдэнрюсера вся карта, вся. Он тем более начинает опять пилить ему обелиски. Будет сейчас декапить. Почему он не делает разводов в своем стиле? Там духа с эмартелями с другой стороны заслать, например. Это против меня только надо делать. Да, против всех это обычно делать. 4 минуты до того, чтобы он не был встал. Ну, он сделал какую-то левую сторону орку. Парочку духов тоже сделала. Я не сдохли там, вообще ничего не сделали. Как же, конечно, не хватает солярии. Какого-нибудь не знаю. Как бы саван бы тут зашел. Тайминг говорит, гильдия магов там встроится, конечно. Да, очень тайминг, говорю. Кстати, выдаются клешни ногу. О, реально. Нужно показать свою Т3, да? Законец-то хоть есть Т3шная. Я думаю, повар-боссы так-то непонятно вообще. Да ладно, Майден Иссер выиграл, да? Получается. Продолжение следует...